запись пошла всем здравствуйте у нас четвертый уже по счету лекция по java core и мы пока еще на самом деле обсуждаем довольно базовые вещи то есть что такое прям нетривиально из 5 java пойдет только через одну лекцию но java большая обширная тема те сегодня тоже интересно сегодня мы будем говорить про эксепшены и поподробнее но сначала поговорим про то что не успели вчера обсудить это и нумерейшн классы вчера мы говорили про то что джай вообще все есть класс и рассмотрели какие бывают у нас классы обычные классы абстрактные классы вложенные классы анонимные про интерфейсы поговорили даже про рекорды поговорили которые только 4 java появились в 14 ссоре java появились значит но что мы пропустили но вернее на что у нас не хватило времени сказать это и нумерейшн классы есть такая вот такое удобство это и ну мы которые объявляются вот имеют вот такой вот синтаксис вы можете объявить просто перечисление каких-то элементов ну вот например если говорим про размер всего четыре размера допустим существует их можно так вот перечислить в виде и нума где они хороши они хороши тем что на эти конкретные инстанции то есть как бы и нум это класс с определенным количеством инстанцев заранее на них можно так вот ссылаться значит по ним можно вот так вот итерироваться и они могут участвовать свече кто программировал на си или на других языках значит есть такой подход знаете какие-то магические числа задать интеджер константы там один этом small 2 это medium 3 это large и потом на эти константы ссылаться например в тех же свеча но в джаве это сделано удобнее потому что они инумы объектно ориентированные и у них есть что у них есть поля методы и конструкторы то есть мы можем объявить и как бы инум но при этом этот инум сделать умным мы можем например внутри него сделать поле и это поле инициализировать в конструкторе и тогда вот вот это вот перечисление собственно оно будет ничем иным как вызовом конструктора когда инициализируется сам инум и тогда мы можем когда мы пользуемся инумом как объектом брать не только его самого но и вызывать какие-то методы вообще использование инумов оно джаве очень удобно это удобная фича если вы видите код какой-то или пример кода где используется в качестве какого-то фиксированного множества набор целых чисел не надо так делать то есть возможно я не помню в какой джаве появились по моему в пятой они появились джаве может быть чуть раньше но во всяком случае может быть какие-то устаревшие примеры показывают что давайте используя целые числа и по ним там итерировать или их использовать свече вот такого не надо джаве есть инумы и инумы прекрасны про классы вот такое маленькое послесловие значит относительно того что мы сейчас сказали про класс конечно это отдельная тема и как бы нужна прежде всего практика и вообще-то тема для отдельного большого разговора но тем не менее какие-то вещи напутствия завершая разговор про классы и все что с классами ска связано значит я бы хотел дать когда вы проектируете ваши классы то инкапсулируйте по максимуму во первых минимизируйте область видимости то есть делайте private все то что не должно быть доступно извне класса минимизируйте мутабельность то есть объявляйте final вообще на всем на чем только можно final на полях класса объявляйте делайте final методы чтобы их нельзя было переопределить делайте final классы чтобы от них нельзя было наследоваться если вам нужно все-таки наследование то тогда документируйте как вы считаете что классы наследники должны вести себя какой там должен быть контракт для чего это все нужно это все нужно для того чтобы при развитии проекта значит течение там месяцев и дальнейших лет вам код кодовую базу было удобнее поддерживать потому что ваш код будут за вас дописывать другие люди вы сами спустя там сколько-то месяцев будете не помнить себя прежнего который писал код когда-то и и когда код спроектирован так что он дает некоторые ограничения ставят границы вот этим ты пользуешься а вот сюда не залезай вот это правило то есть это я могу поменять ну как владелец данного класса имплементацию или эти поля но ты они не для тебя для тебя вот паблик какой-нибудь геттер там лика паблик какой-то метод пользуйся им пожалуйста это отлично способствует поддержанию кода значит хорошей форме это то что ну а чего страдают там языки типа java script а части питона где по сути нету концепции правила то ну или она такая себе вот здесь мы можем самим кодом поставить границы про иммутабельность мы еще поговорим когда мы будем про concurrency говорить иммутабельность очень полезно для concurrency в принципе в поля в переменных методах final не всегда нужно ставить потому что в java есть такое понятие как эффективный final если мы переменную только один раз инициализируем то она как бы будет считаться final для java но как бы явным образом эксплицит ли иногда это полезно поставить ну и везде где только можно надо ставить final на полях класса теперь мы переходим к другой истории да я напоминаю что принимаются вопросы через telegram у нас есть telegram чат и значит если у кого-то есть вопрос можете задавать если я не отвечаю на вопрос то размьютись и задайте голосом ничего страшного нет так теперь про исключительные ситуации про про исключения собственно говоря какого рода исключительные ситуации в принципе бывают могут быть в программе когда что-то идет не так и их можно примерно категоризировать на грубо можно на три субкатегории выделить значит во первых это баги в программе то есть когда программа делает то что она но по логике вещей делать никогда не должна например она лезет в переменную чтобы де референсить ее и получается а там ну лежит а вы хотите вызвать какой-то метод на нуля там ну а если вы обращаетесь там за границами массива массив из трех элементов влезете в 4 деление на ноль то есть это все те штуки которые как бы алгоритм ваш делать не должен но вот пришел рантайм и вот он их делает это явный программный баг другая история другая история это некорректные входные данные то есть вы ожидали что у вас будет файл в таком формате у него битый формат и как бы мы пытаемся его разобрать а там этого нет иногда даже не иногда чаще всего некорректные входные данные приходят от живого пользователя ваша программа вот бывает ли он их через за интерфейс или он посылает какие-то данные там где есть человек там есть некорректные входные данные тогда программ просто не знаю что с ними делать это исключительная ситуация третье это все что связано с железом и стеки то есть мы открываем файл и мы иногда не можем его открыть мы пытаемся что-то отправить иногда мы не можем это отправить что-то сохранить пытаемся а место на диске нет так вот вот эти три большие категории они относятся к исключительным ситуациям и посылка exception это способ явно недвусмысленно сообщить о том что как бы то что мы попытались вызвать она на самом деле завершилась неудачей по другим языкам программирования мы возможно знаем что исключениями пользуются не всегда то есть этот механизм есть не всегда иногда используется возвращаемым кодом ответа но все unix программы когда завершаются они воздают какой-то код если этот код ноль значит они завершились хорошо если там код ненулевой то как правило это говорит о том что что-то пошло не так или что-то нам программа хочет сказать завершившись вот так вот в джаве мы не трогаем возвращаемое значение но всегда если что-то пошло не так можем выбросить исключение исключение как и все в джаве это объекты ну как практически все в джаве это объекты и у них есть иерархия то есть exception сам по себе является экземпляром определенного класса и вот в этих классов есть своя иерархия она вот такая сложная все на на вершинке всего находится строго был то есть это то что вообще может быть выкинуто дальше находится подразделение значит error и exception и exception еще делится на runtime exception и вот на самом деле вот здесь вот уже тут их кучи по моему десятки даже стандартной библиотеки и вот здесь вот от exception непосредственно номинуя runtime exception наследуются тоже десятки даже в стандартной библиотеки и мы сами тоже можем написать exception и отнаследовать их от чего-то так вот цель сегодняшний сегодняшнего занятия чтобы вы все поняли от чего же нам наследоваться и почему вот так вот оно все интересно вот самые базовые классы они вот какие throwable error exception и runtime exception оказывается с этим связано кое-что интересное в логике джава значит что такое герор герор эта штука которая выбрасывает исключительно вещи связанные с джава машины то есть не хватило памяти какой-нибудь байт код верификации не прошел или еще что нибудь то есть случилось нечто катастрофичное что джава машина не может продолжить работу нормально и она выбрасывает exception который является наследником error а их обрабатывать ловить и как-то на них отвечать непосредственно джава коде конечно можно попытаться но гарантии никакой нет потому что восстановление скорее всего работы не произойдет то есть error это просто катастрофа и она следуется от error только exception которые выбрасываются непосредственно самой джавой и соответственно мы с ними ничего не сделаем ну так так случилось сорян runtime exception вот в категорию runtime exception попадают те самые баги то есть классический runtime exception это индекс out of bounds индекс индекс out of bounds exception или null pointer exception это классика такого runtime exception соответственно они говорят о том что это баг его быть не должно и поэтому мы должны как бы стремиться к тому чтобы выполнение нашей программы происходило без выбрасывания этих эксепшенов а если они выбрасываются значит мы программу должны чинить и делать так чтобы их не было вот на самом деле не все так просто как бы есть кейсы для runtime exception of их поимки но мы сейчас чуть-чуть попозже про это поговорим и наконец есть класс checked exceptions на самом деле это просто наследники exception не наследники runtime exception вот их мы обрабатываем посмотрите что здесь уже какая-то такая немножко несимметрия происходит да потому что exception делится на runtime exception и все остальные вот казалось бы там можно было бы сделать runtime exception и checked exception а других наследников exception запретить но в общем поступили так то есть все наследники exception на самом деле считаются checked exception а вот те которые наследуются от runtime те называется runtime exception или unchecked exception что же это такое как это работает джави оказывается если внутри какой-то процедуры какого-то метода может быть выброшена exception то факт возможности выброса этого exception он должен быть декларирован он декларируется в сигнатуре метода видите мы пишем throws file not found exception и когда мы читаем когда мы читаем вот такой код мы понимаем что этот кусочек может выбросить exception file not found exception но может и не выбросить то есть он как бы это потенциальная штука если мы используем разные библиотеки там разные другие методы которые могут тоже что-то выбросить например понятно что если у нас внутри этого метода вызывается другой метод который может еще и о в какой-нибудь section выбросить то тогда у нас количество базу типов возможных исключений оно накапливается и мы их можем перечислять через запятую в сигнатуре метода то есть про всякий метод java мы знаем не только его параметры и типы не только типы возвращаемых значений но также мы знаем и какие исключения checked exception он может выбросить при этом ну как бы есть некие практики распространенные что unchecked exception хотя вам синтаксис и компилятор java не запретит значит использовать unchecked exception вот в декларации но и декларировать не надо потому что runtime exception типа он может возникнуть всегда декларировать его не надо и поэтому он может проскочить всегда мы же все время давим глушим вот поэтому мы их не декларируем не надо декларировать два исключения если одно подтип другого ну например есть такой айо exception ошибка ввода вывода у которого много-много всяких подтипов там файл не найден там что-то еще случилось диск отвалился это все а ее эксепшены и вместо того чтобы декларировать там полдюжины а и эксепшенов вот здесь через запятую можно один троус а ее эксепшен поставить и мы знаем но к ее эксепшен или какой-то из его наследников он выскочен здесь практика но правда жизни заключается в том что и де вам всегда поможет и де вам всегда подскажет если вы пишете какой-то код и вызываете какой-то метод который может выбросить эксепшен она вам скажет так тут выбрасывается эксепшен ты что-то с этим сделай или обработай или добавь его в декларацию метод выбросить эксепшен самостоятельно мы можем следующим образом мы создаем эксепшен просто как экземпляр любого объекта сейчас вижу вопрос сейчас отвечу мы можем просто создать эксепшен как любой объект и потом вызвать оператор и вот он приведет к выбросу этого эксепшена значит вопрос мне нужно руками контролировать что в сигнатуре родительского метода прописаны все возможные эксепшен и методов потомков хороший вопрос в целом ответ да значит сейчас я расскажу про методы потомки про overwrite каким образом это работает с эксепшенами overwrite в целом ответ да значит с этим понятно да но и ясно что я думаю понимаешь когда эксепшен пресс выбрасывается то при происходит вот после вывод из процедуры и происходит выход вообще из всех процедур в этой точке пока мы либо пока мы не выйдем из программы самой как таковой и она просто вывалится либо пока мы не перехватим этот эксепшен и не обработаем его где-то выше паста к вызову значит когда мы делаем вот этот вот throw хотя язык нам не запрещать но конвенции нам запрещает вот в книге блохо а значит говорится о том что явно не следует выбрасывать ну создавать и выбрасывать эксепшены вот этих вот типов почему потому что на самом деле они предназначены не для того чтобы их создавать и выбрасывать они предназначены для того чтобы вы создали свой подкласс который как-то указывает на проблему и вот этот вот подкласс проинстанцировали и выбросили вот то есть хотя язык не запрещает не запрещает выбрасывать явно их но конвенция это делать запрещает либо вы пользуетесь каким-то готовым эксепшеном и выбрасываете его ну классом эксепшена сейчас мы посмотрим какие они бывают либо вы создаете определяете декларируете свой класс эксепшена и выбрасываете его явно если мы создаем свой собственный класс эксепшена вопрос от чего его наследовать явно мы их не наследуем от error я уже сказал что error это прерогатива java-машины поэтому мы этим не занимаемся и дальше у нас есть два выбора на самом деле либо наследовать его от эксепшен либо его наследовать от run time эксепшен если мы наследуем свое исключение от эксепшена то мы получаем чек эксепшен и это значит что если мы написали strong you my exception то придется декларировать и повсюду вашем методе который выбрасывает что он строился ты эксепшен в методах которые вызывают ваш метод его тоже надо будет либо декларировать либо ловить и в целом вопрос хорошо это или плохо с одной стороны это контролирует это дает вам контроль над типами еще то есть дизайн-тайм контроль да то есть то к чему то есть то к чему стремится всегда java делать контроль дизайн-тайме не в ран-тайме вот но с другой стороны писанины может быть много и кроме того вы не всегда контролируете полностью код который вы делаете то есть если вы создаете какой-то эксепшен а дальше ваш метод уже кем-то вызывался и вызывался он в предположении что метод никакого чек от эксепшена не выбрасывает то придется поменять весь всю кодовую базу который вызывает вас иногда это невозможно можно поступить по простому можно наследоваться от runtime exception но тогда вот этот весь механизм с декларациями из checked exception перестает работать она может вылететь в любом месте нигде не быть пойманным ваша программа может вылететь и как бы хорошо это ну наверное не здорово все усложняется тем что в принципе вот эта история с исключениями она проектировалась когда еще не было лямбда стримов вообще функционального программирования оказалось когда оно появилось что checked exception не очень здорово ложатся вот в этот парадигм когда мы будем заниматься этим мы увидим что там checked exception и вообще говоря большую большую проблему создают нам не хотелось бы чтобы чтобы лямбда какие-то checked exception выбрасывали поэтому нам придется их ловить и так далее и поэтому в последние годы идет такое движение но вот среди java сообщества что давайте-ка мы checked exception и забьем на ним и будем только unchecked exception ими пользоваться потому что checked exception это типа зло и головняк и вообще ненужная фича но на самом деле споры не прекращаются потому что есть и другая точка зрения которая говорит что checked exception это более безопасно с точки зрения поддержания кодовой базы это более строгий как кроль типов это то что компилятор может сделать за нас и проконтролировать и схватить нас за руку до того как программа все будет запущена и это благо которое в общем-то заложено в джаву джава как безопасный язык задумывался и поэтому как бы давайте как бы это сейчас не отвергать но споры они есть они не прекращаются функциональное программирование в джава влетает там на всем скаку что нас ждет мы не знаем но факт тот что есть обе точки зрения как поймать исключения для этого у нас есть try catch блок я думаю что эта концепция знакома потому что все вы уже программировали на каких-то языках выглядит это как и все в джаве похожие на си то есть у нас имеется код который может высказать выкинуть некоторые исключения и мы делаем catch блок и вот здесь вот мы пишем тип исключения которые мы ловим и само исключение это на самом деле такой первообраз чего первый образ паттерн матчинга потому что исключение не обязательно этого типа может быть оно может быть субтипа правильно но она при этом по поймается если у нас имеется несколько исключений которые могут быть выброшены вот например иерархия а ее exception то мы можем ловить каждый из них получит как бы особым образом сказать вот вот какой-то код если он выбросил файл not found exception тогда делаю вот это если он выбросил а но он хост exception делай вот это и если выбросился какой-то а ее exception который не является ни этим ни тем тогда только делай это потому что от а ее exception там десятки всяких наследуются вопрос как вы думаете что произойдет если вот этот вот блок а ее exception перенести наверх есть у кого-то наверное будет всегда если первые два варианта были то все равно поймать поймает а ее exception а вторые два не поймает вы почти правы на самом деле код не скомпилируется потому что java скажет ты чего а ты как бы что имеешь ввиду что поймая весь а ее exception а потом типа но как бы а ее exception сверху он поймем он сматчит все exception соответственно вот эти блоки они не сматчатся никогда а и как я говорил java есть такое понятие анричи был код который java не пропускает компиляцию это значит что что-то ты напутал наверное давай-ка ты или удали эти блоки себя в коде или поправь свою ошибку поэтому здесь java 5 хватает за руку как вот такой вот строгий суровый помощник вот но все правильно то есть она мачит одно одно за другим но если в процессе компиляции она понимает что мы здесь замачили все и здесь дальше мачить нет смысла то она не скомпилирует так начиная с седьмой по моему версии появилась возможность делать покрасивее то есть вместо того чтобы писать вот здесь вот такую большую гармонь из кэч это кэч то кэч пятое кэч десятое мы можем написать вот так вот поймаем не file not found exception или она он хост экспшен в этом случае переменные е получит как это максимальный most specific common super type как это по-русски сказать максимально специфичный общий супер тип то есть данном случае вот данном конкретном случае е будет иметь тип а ее эксепшен но ловиться будут не все а ее эксепшен а только вот этих вот два понятно да это очень удобная штука то есть перечисление через вертикальную палку тех типов эксепшенов которые мы хотим поймать try multi-catch так называемый это очень удобная штука это отличная вещь и я рекомендую ей пользоваться если у вас много эксепшенов но выход должны явно задавать что именно вы хотите ловить кроме того компилятор он старается нам облегчить жизнь и он старается как бы не вмешивать вот эту вот декларацию checked exception не смешивать с нашими попытками поймать эксепшены перевыбросить потому что иногда нам надо сделать так поймать эксепшен и перевыбросить его наверх и вот представьте себе что у нас есть метод который аннотирован у которой сигнатуре написано что он может выбросить из ql exception и здесь мы доступаемся к базе данных и там у нас метод который может выбросить из ql exception но может выбросить что-то еще и вот мы ловим его на exception они на из ql exception конкретно и вот здесь вот ей имеет тип exception в общем то что то с ней делаем а потом перевыбрасываем и вот компилятор способен понять что если все что прибегает сюда на самом деле не exception а sql exception то он вас корить за это не будет ну может вам удобнее сводить е вот к этому типу он вас за это ругать не будет он будет говорить что ты перри как бы выбрасываешь на самом деле сиквел exception зачем это нужно потому что под exception попадает как checked так и unchecked может вы хотите и в данном случае вы может быть и все unchecked exception хотите поймать что-то с ними сделать а потом перевыбросить в этом смысле вам не надо здесь писать rose exception вот а специфика как бы здесь останется то есть не так страшны на самом деле checked exception еще одна история которая часто происходит с кодом java кодом на практике это обертывание то есть изменение типа исключения смотрите вы часто работают в каком-то слое но вот допустим у вас какой-то контроллер который может выбросить servlet exception и он обращается к базе данных который может выбросить допустим sql exception и у вас нет возможности здесь записать rose servlet exception запятая sql exception потому что ну потому что вы так решили потому что такой контракт потому что вы работаете в этом слое потому что этот слой только servlet exception и выбрасывает и вообще говоря до потребителей вашего кода они не должны знать вообще что какие-то x-coil exception и там бывают поэтому делают так берут exception создают другой exception вместо него видите тут servlet exception database raw и сохраняют информацию о первоисточнике у каждого throwable есть и нет коз которым вы можете присоединить тот exception который на самом деле породил вот этот и это очень здорово это как бы вы спишите письмо и потом делаете attachment до другого письма в это это прям круто потому что если вы этого не сделаете и кто-то будет разбирать ваш код то с точки зрения человека который будет разбирать ваш код где произойдет ошибка вот в этой строчке там где throw выбросился и это вам ничего не скажет вам это сказать что да произошел какой-то database error но вот здесь вот в этом блоке try может быть 100 строчек кода и там может быть 10 вызовов базы данных и где конкретно он произошел и что случилось мы не знаем а вот если мы присоединили сюда нет коста мы узнаем и по логам узнаем и дебаггере узнаем все это будет замечательно видно теперь вопрос который задавали в telegram чате а что у нас с переопределением методов то есть если у нас есть логически если у нас есть базовый класс и в нем мы определяем какую-то функцию вот фу должны ли мы должны ли мы указывать что наследники какие вернее checked exception должны выбрасывать наследники конечно должны потому что если допустим вот этот вот фу будет переопределен кем-то этот кто-то будет выбрасывать checked exception мы используем нас вводим к типу фу у нас там переменные с типом фу они есть переменные с типом бар и мы вызываем фу и мы не знаем мы как бы потеряли информацию о том что checked exception выбрасывается мы попытка выбросить ее будет нарушением контракта поэтому мы сразу в базовом классе в контракте прописываем какой exception могут вызывать нас ли могут выбрасывать наследники и это серьезное ограничение вот но есть такое правило что проковариантные типы помните на прошлом занятии я говорил что на самом деле вот здесь вот если есть там этот возвращает object этот может вернуть стринг то есть может вернуть более специфичный тип то же самое с exception вы можете вернуть более специфичный exception который вы знаете что он вернет не просто фу exception а какой-то конкретный такой наследник от него который он вернет и частным случаем этой специфики будет являться то что вы не будете возвращать exception то есть если вы переопределяете какой-то метод который может вызвать exception вы можете его переопределить так что exception на checked exception of не будет никаких вы не будете писать throws в стигнатуре, вы молодец, у вас надежный код, он никогда не выбрасывает эксепшены, значит, и вы выполнили контракт, и вы можете так переопределить. То есть здесь вот ковариантность типов, она не только работает с возвращаемыми типами, да, но и с эксепшенами тоже. Следующий вопрос большой. Окей, хорошо, понятно, как выбрасывать, понятно, как делать свои, но наверное, свои делать не всегда надо, потому что есть же стандартные. Действительно есть, и действительно, значит, товарищ Джош Блох, вот он у меня тут лежит всегда, я им пользуюсь очень часто и вам советую, значит, приводит вот такую вот табличку. Это стандартные unchecked runtime эксепшены, которые указывают на то, что что-то пошло не так, и ими часто пользуются. Например, у вас в контракте метода прописано, что мы принимаем только положительные числа, допустим, и разумно поставить в таком методе первым ивчиком, значит, если нам пришел там нуль или отрицательное число, то тогда выброси invalid argument exception, как runtime ошибку. Это будет нарушение контракта, то есть это будет ошибка, это runtime, это не checked exception. Значит, invalid state exception самое такое расплывчатое понимание, типа мы пришли в такое состояние, что дальше продолжать не можем. И опять же, мы его всегда можем выбросить, не создавая при этом никакого своего класса exception, не занимаясь вот этим вот всем, значит, не загромождая свою программу, в общем-то. Null pointer exception. Нам передан null в метод, а мы null вообще-то не ожидали. Не возбраняется в этом смысле пораньше выбросить null pointer exception до того, как этот null pointer exception возникнет в вашем коде, когда все-таки этот null будет, на этом нуле будут вызываться какие-то методы. Index out of bounds exception, смотрите, просто индекс. Есть и rayindex out of bounds exception, его java вызывает, когда вы к ray, а есть просто index out of bounds exception, если вы делаете какую-то коллекцию или просто набор значений, то вы можете его всегда выбросить и просигналить, что все не так. Суровое право жизни заключается в следующем, что вот будете вы сейчас писать домашку или потом через несколько лет устроитесь работать и будете писать java код, и вот вы vde, пишите, пишите вы java код. И потом бабах вам красненьким подчеркивается, вот здесь exception может быть. И что с этим делать? Вот я зуб даю, что либо вы уже с этим сталкивались, либо скоро столкнетесь. Кстати, напишите плюсик, если сталкивались вот с таким вот. И вы думаете, а что делать с exception-ом-то? Ну, написал я trycatch, о чем мне писать в catch-блоке? Непонятно ведь, правда? И будет хотеться сделать так, то есть, ну ладно, я его типа ловлю, давайте я напишу вот здесь вот print stack trace. Print stack trace такая штука, которая выводит в stack, которая выводит в stack просто в STDR. Значит, она выводит текущий stack выполнения, типа что случилось, и дальше мы типа обработали, можем продолжать жизнь. Вот 30 человек. Что, неужели никто еще не задавался вопросом, что какие-то exception в java мешаются под ногами, их надо обрабатывать, и это так не похоже на питон, например, где exception обрабатывать не нужно. Вот. В общем, будет хотеться сделать так. То, что я не вижу плюсов в телеграме, говорит о том, что на самом деле вы не очень-то еще пока программировали джави. Вот. Так хотеться будет сделать, но так делать не надо. Что надо сделать, это вот два, на самом деле, совета, потому что третий это тоже как не надо делать. Задекларируйте checked exception в методе. Если это полностью ваш код, и он создает эти самые exception, и вы полностью им управляете, задекларируйте checked exception в методе. Я сейчас объясню, что делать дальше, потому что понятно, мы задекларировали, как будто мы спихнули проблему куда-то дальше. Это нормально, что мы ее спихнули туда. Либо, если, ну на самом деле надо, да, этот слайд немножечко переписать. Либо все-таки, если у вас есть какой-то контракт, что вот на этом слое вы выбрасываете checked exception вот такого типа, то оберните в другой checked exception, обязательно с помощью init cause подпихнув первопричину. Либо ваш контракт, если вообще никак не позволяет сделать throws в сигнатуре метода, ну вот, ну никак, может быть, вы там переопределяете какой-нибудь базовый класс, где уже все, как бы не в ваших силах что-то поменять. Да, то в таком случае вам ничего не остается сделать, как выбрасывать unchecked exception. И вы тоже можете его обернуть в правильный unchecked exception, тоже выбрать init cause и тоже перевыбросить. Вот, это правильные вещи, которые надо делать с местом, где вот вам подчеркивает tde, что exception и значит что-то с этим надо делать. А, есть, плюсики есть, отлично. И, наконец, третья ситуация, который, как бы, вредный совет. Я уже рассказывал про ламбок, но просто надо знать. У ламбок вы можете поставить над методом sneaky throws, и он превратит все exception, которые выбрасываются в нем unchecked. То есть, вместо того, чтобы писать throws, A, B, C, D, E, вы просто не пишите никакого throws, и с точки зрения компиляции, это значит, что checked exception не выбрасывается. Просто пишете sneaky throws, и он автоматом превращает все exception и unchecked. Это не здорово, потому что это, как бы, нарушает механизмы, идеологию, заложенную в Java. Конечно, вы всегда можете сделать так, явно, там, прописав какой-то код, но ламбок, он, как всегда, помогает вам не писать, может быть, лишний код в этой ситуации. Вот. А потом возникает вопрос такой. Ну, хорошо, 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 у нас мы вот спихнули все это дело, но дальше-то кто-то должен ловить. И вот общее правило, которое запомните вот так вот. Есть несколько таких поговорок или там правил, которые я бы хотел, чтобы вы запомнили. Вот первая такая поговорка касается на исключении throw early, catch late. Вот. Сейчас просто запомните ее, а потом постарайтесь осознать. Значит, почему throw early? Потому что мы не должны откладывать выбрасывание исключения, как только мы поняли, что уже все пошло в разнос. Пришло у нас отрицательное значение в этой точке, а мы знаем, что с отрицательными значениями этот алгоритм не работает. Не надо эти отрицательные значения кидать дальше в алгоритм, который даст нам потом неправильное значение или какой-то exception выбросит, который там непонятно как. Нам надо сразу дать информацию. Народ, народ, стойте, нам пришло отрицательное число. Мы здесь не можем работать с отрицательным числом. Вот вам и legal argument exception. Это, так называемая, fail-fast история. То есть кажется, что мы сделали в этом месте программу менее надежной. На самом деле нет. Мы же выбрасываем exception, значит у нас программа больше exception, значит она менее надежна. На самом деле нет. Это ложное представление. Мы сделали ее столь же надежной, как она была, потому что если отрицательные числа сюда не придут, то if-чик не сработает, exception не выбросится. Но мы сделали программу более легко отлаживаемой в случае проблемы. Потому что когда нам пришел и мы выбросили exception, здесь нельзя, не нужны отрицательные числа, насколько легко понять человеку, смотрящему код, что ах ты действительно, я забыл про это, мне надо было их где-то там выше поставить, и это исправится моментально. А если у нас просто как алгоритм сработал и выдал какой-то бред, или он выдал какой-то exception, который непонятно какой, насколько труднее будет отладка. Поэтому throw early, как только вы понимаете, что оно пошло в разнос, выбрасывайте сразу. Это касается не только программирования на Java, это касается вообще любой программной инженерии. Catch late. Теперь, почему catch late? Почему я говорю, декларируйте throws, декларируйте throws, выбрасывайте, выбрасывайте наверх? Да потому что, находясь в глубине стека, находясь внутри вашей программы, вы еще не знаете всего контекста, в котором она работает, и не понимаете, как этот exception можно обработать. Например, вы пишете какую-то библиотеку, ну или какую-то программу, вы даже не знаете, она будет работать на десктопном приложении, где exception — это окошечко такое, да, с exception. Или она работает на сервере, где exception — это вывод в лог, в STDR. А может быть, вы не в STDR хотите выводить, может быть, вы работаете внутри приложения, которое использует специальный логер, и там, не знаю, куда-нибудь там, в Elasticsearch или в Kafka пишет ваши сообщения, которые потом будут анализироваться централизованно, потому что вы, может, в кластере работаете. Вы этого не знаете. Поэтому выбрасывайте, и пусть, значит, ловлей занимается самый верхний уровень. А что такое самый верхний уровень? Например, main method в программе, он точно знает, что он запущен, и там из командной строки он точно знает весь контекст, и для чего он запущен. Для того, чтобы сделать десктопное приложение или серверное приложение и так далее. И вот там-то они точно знают, что делать с exception. Логировать их, пытаться перезапуститься, вырубать программу сразу и так далее, и так далее. Поэтому делегируйте максимально наверх ловлю исключений. Так, если есть вопросы по этой части, задавайте. Так, что у нас еще есть? У нас есть такой finally-блок. На самом деле это немножко outdated фича в Java, но она есть. Значит, помимо catch-блока в try, у нас есть возможность написать слово finally, и это finally даст нам возможность выполнить нечто в любом случае при выходе из try-блока. Для чего это нужно? Потому что иногда нам нужно обязательно выполнять нечто, и это нужно относится прежде всего к ресурсам, которые необходимо высвобождать. Вот взяли мы, например, файл input stream, открыли файл. Мы зарезервировали файловой системы ресурс, который мы должны отдать файловой системе. И если мы свалимся по ошибке и его не отдадим, то у нас произойдет утечка ресурсов. Это плохо, потому что после какого-то времени файловая система кажется, все, хватит, я тебе больше файл не дам открывать. Так вот, чтобы этого не происходило, и чтобы защитить себя и сказать, что мы в любом случае закроем этот файл, есть finally-блок. И смотрите, он выполнится всегда. Он выполнится, если никакого исключения не произойдет, и программа, значит, выполнит здесь, потом она выполнит finally. Он выполнится в том случае, если здесь бах, выйдет исключение, здесь выйдет catch-блок, catch-блок сработает, и после catch-блока сработает finally-блок. И, наконец, он выполнится даже в том случае, если не произойдет исключение, мы делаем return, как бы выпрыгиваем из try-блока и выпрыгиваем из программы вообще обычным нормальным способом. Но даже в случае, если мы вызываем return, finally сработает все равно в любом случае, потому что как бы это вещь, которая всегда за нами подчистит. Так. Тут вопрос был, зачем finally вообще тогда обязательно выполнять после блока? Не очень понял. Если можно, поясните. Значит, зачем finally вообще... Я имел в виду, что когда выйдем из try-catch-блока, там все равно есть код, который точно выполнится. Ну, после него. А, нет. А если... Понял вопрос. А если у вас не возникла exception? Вот вы взяли input stream, код прошел, выскочил... Exception не выскочил. И мы выходим. И в этой ситуации мы забыли как бы выполнить close. Смотрите. Если мы этот close поставим вот сюда, вот после, внутрь try-блока, перед catch, то в случае, если у нас здесь бах, произойдет ошибка, произойдет обработчик, а close, который идет здесь, внизу, он не вызовется. Ну, или мы должны close прописывать еще в catch. Если мы... Да, ну вот такая вот история. То есть нам надо будет тогда два раза прописывать. Один раз close в catch и прописывать, один раз close в блоке. Зачем как бы... Сейчас. Finally работает после... И если ошибка есть, и если ошибки нет, верно? Если ошибка есть, и если ошибки нет, и даже если внутри работает return, все равно он срабатывает перед тем, как сделать return. То есть здесь вы уже привыкли, наверное, думать... А, то есть проблема в return, я понял, почему. Даже не в return. Ну, проблема, во-первых, в return. И, во-вторых, как бы return может не быть, она может просто добежать до конца блока, никакого exception не будет, но она все равно будет срабатывать final. То есть final – это такая штука, которая срабатывает всегда. Просто он после блока... Там есть код какой-то, после вот блока try-catch. Там есть код, он тоже будет обрабатываться гарантированно. Да, в этом случае, да. Нет, ну, понятное дело, конечно, да. И там можно close поставить, я это имею в виду. Ну, не нужно. Сейчас я расскажу, как нужно делать. Сейчас я расскажу, как нужно делать. Вообще, на самом деле, finally – это немножко outdated фича языка. И, скорее всего, вы не будете... Так, я не вижу трех людей в этом самом... Я не вижу трех людей с включенными камерами. Включайте камеры, или я через несколько минут прекращу лекцию. Я не шучу. Вот. Три человека должны быть с включенными камерами. Они есть. Они есть, все. Отлично. Так, продолжаем. У нас беда с finally-блоком вот какая. Смотрите, если у нас ресурс всего один, мы его взяли, значит, потом заиспользовали, и потом finally закрыли. Вот нормальная история, да? buffet reader, readline. Отлично. Прямо вот readline возвращается, но finally как бы нас этот return перехватит и закроет. Видите, как удобно как бы его использовать. Но, а если ресурсов два? Смотрите, что происходит. Если мы хотим прочитать, и еще и записать. И на самом деле может показаться, что давайте сделаем один try-finally-блок, и вот в finally-блоке пропишем out-close и in-close. Но если вы начнете думать поглубже, вы поймете, что да нет гарантии. Во-первых, out-close может вызвать exception, и тогда до in-close вы не доберетесь, in у вас не закроется. И как бы, как вам этот огород городить? Потом exception на самом деле везде, где угодно может возникнуть. Поэтому правильная история с открытием сразу нескольких ресурсов, а они чаще всего так и есть. Вы в одну базу берете, в другую кладете. Из файла берете, там в базу кладете. То есть всегда возникает несколько ресурсов, на самом деле, которые надо закрывать. Возникает такой вот nested, nested finally-история. Это некрасиво. И поэтому, значит, с какого-то момента у нас появилась такая история, как try with resources block. Что это такое? Мы пишем try, потом в скобках пишем, объявляем какой-то ресурс, который обязательно надо закрыть, и пишем здесь фигурные скобки. За фигурными скобками, за этим блоком может последовать catch-блок. Но finally-блок уже не нужен, потому что то, что мы объявили в круглых скобках, оно будет закрыто потом обязательно. Значит, вот один пример. Мы берем сканер, объявляем его в try with resources block, что-то делаем и выходим. И мы здесь вообще не думаем про исключения в данном случае. Понятно, что исключения там придется какие-то задекларировать, если он IO-exception выбрасывает, а сканер выбрасывает, если я не ошибаюсь, IO-exception, его придется делать с rows. Но мы про это здесь не думаем. Мы просто взяли этот сканер, как бы здесь его внутри этого блока используем, и когда выйдем из блока, он закроется. Таким же образом мы можем множество ресурсов сделать. Смотрите, здесь в круглых скобках через точку с запятой может идти несколько стейтментов, которые декларируют несколько переменных, определяют несколько переменных, которые потом при выходе из троя блока будут корректно всегда, вне зависимости от того, значит, получилось с одним, получилось с другим, они все будут закрываться. И там если какой-то close будет вызовет exception, то другие все равно будут вызованы. Возникает вопрос, ну вот здесь-то мы, смотрите, вот здесь вот мы в finally-блоке знаем, что делать, вызываем метод close, а здесь-то как Java вообще понимает, что ей надо вызывать. Так вот, история такая, что на самом деле для того, чтобы эта штука работала, вот сканер и вообще любая переменная, которую вы хотите использовать в driveway ресурсы с блоки, она должна имплементировать интерфейс auto-closable, как минимум. Их есть два, есть интерфейс auto-closable и ковариантный к нему closeable. Auto-closable выбрасывает просто exception, closable, он более специфичный, он выбрасывает IO-exception. И вот, ну вы можете еще какие угодные интерфейсы придумать, которые closable расширяют, но в любом случае, если у вас где-то в иерархии есть auto-closable, вот значит эту штуку можно ставить в private resources блок. И нужно ставить private resources блок. И нужно использовать private resources вместо try-finally. На самом деле, по моему опыту, судя, сейчас при современной java-разработке почти не осталось мест, где finally был бы нужен. То есть это либо очень какой-то очень старый код или старые библиотеки, которые там auto-closable не имплементят или еще что-то. Но, по сути дела, finally блок, он сейчас не нужен, он полностью перекрывается private resources. Поэтому используйте private resources и он будет вам возвращать ваши ресурсы назад и все будет хорошо. Finally, скорее всего, вам не понадобится. Возникает вопрос немножко наперед, что ну а как же мне тогда раздавать ресурсы, которые необходимо закрывать, как это грамотно делать с точки зрения объектно-ориентированного дизайна. Об этом мы поговорим. То есть через несколько лекций мы к этому вернемся. Теперь некоторые предостережения. Значит, исключения это вещи, назначенные для исключительных случаев. Иногда может захотеться сделать так, что ну да, exception, он прерывает выполнение, выпрыгивает из всех циклов, выпрыгивает из всех процедур и потом мы где-то его можем поймать. ну допустим можно захотеться сделать вот такую вот чудовищность написать. Давайте мы вот будем идти по массиву и вот когда массив выбросит arrayindex out of bounds exception, то тогда мы прекратим идти по массиву. Как бы кода мало, но на самом деле это ужасно. Я сейчас скажу, почему это ужасно. ну как бы не потому, что это насилие над языком, а по вполне конкретной причине. Если вы хотите пройтись по массиву, я напоминаю вторую лекцию, самый крутой способ прохождения по массиву по любой коллекции, которая имплементирует интерфейс iterable, это вот такая штука for cycle по элементам, по всем элементам. Это прям самая удобная штука. А вот этот iterable он будет по ссылкам, правильно? iterable дает итератор, и потом он идет по элементам. То есть смотрите, в настоящий момент вам достаточно понять то, что если нечто имплементирует iterable, то по всем элементам этого нечто вы можете пройтись в этом цикле for. java любой объект по ссылке передается пока еще. А мы чуть-чуть попозже про коллекции и про iterable поговорим. Это будет после лекции про дженерики мы будем подробно говорить про коллекции и там я буду говорить про iterable, что можно изменять, что не можно и так далее. Вторая история, вариация на первую. Допустим у нас есть некий итератор и вот мы опять же этот итератор дергаем уже конкретный итератор и когда он закончится выбросится no such element exception и давайте его поймаем или не поймаем а просто заглушим и пойдем дальше выполняться. Опять же так делать не надо. Опять же если у вас не iterable а итератор то вы можете воспользоваться старым добрым циклом for. Здесь вы можете делать присвоение здесь вы можете делать пост выполнение какое-то да здесь условия просто нет вернее здесь как раз таки условия есть это то что он has next а здесь значит нет ничего мы просто здесь в цикле вот этот вот next вызываем вот почему я так говорю потому что ну во-первых мы мешаем мы смешиваем мы смешиваем код который предназначен для обработки ошибок код который как бы штатный то есть исключение это все-таки всегда не штатная ситуация но это еще и даже если на этом наплевать и сказать что да ладно значит грязный код зато типа рабочий каждый exception каждый объект exception это тяжелый объект который несет себе много информации несет себе весь стэк trace то есть весь стэк вызовов который привел к этому exception он просто записывается кладется в exception и приотачивается к этому exception это же нужно для отладки вот и поэтому если вы в цикле в каком-нибудь большом будете вызывать и ловить exception вот у вас цикл у вас там этот exception вызывается но вы его ловите то вы поимеете очень серьезные проблемы с производительностью очень быстро и кроме того JIT он не оптимизирует никогда код под исключением то есть никогда не будет считать что исключительная ситуация это ситуация штатная что ее можно как-то заинлайнить оптимизировать и так далее поэтому вы в любом случае получите очень большую просадку и по использованию памяти и по использованию процессора в ситуации если вы будете пытаться управлять исключениями как flow программы то есть исключения не для control flow использование исключений для контроля выполнения есть антипаттерн есть абсолютный грех запрещено табу никогда так не делать вопрос возникает следующий ну все мы все прочитали узнали познали про exception написали программу выполнили программу и произошла вот такая вот штука чаще всего она приобретается так это кровавый enterprise это настоящий кусок лога который происходит когда exception какой-то непойманый exception в программе происходит значит происходит вот такая штука которая называется stack trace что делать с этим делом оказывается в этом stack trace содержится вся информация которая нам позволит его поймать и по крайней мере прийти к виновнику мы берем этот stack trace копируем его если мы используем идею я не знаю как в других IDE в идее есть такая analyze есть analyze stack trace вставляем его в окошечко analyze stack trace нажимаем на окей мы получаем внизу вот такую вот браузабл штуку по всем строчкам кода значит где что происходило то есть мы можем понять во-первых место в котором exception вылез и во-вторых мы можем понять какие процедуры вызывали эту процедуру что этот exception произошел может быть вина ну непосредственно не в этой точке а вина виноватой вызывающей процедуры вот поэтому exception в логах бояться не стоит exception ими надо бороться брать эти stack trace анализировать их разбираться и фиксить баги вот собственно работа разработчика и заключается так если есть какие-то вопросы конкретно по exception я могу их сейчас ответить если нет то тогда это все что я хотел рассказать про exception все-таки насчет try-catch блок в итоге мы распределили очень много конструкций но ведь мы можем поймать какой-то exception а после этого написать уже весь код который все ресурсы например закрывает или еще что-то делает без того чтобы использовать даже try-with resources кажется что этот вариант попроще будет мы не плодим лишней сущности как вот эта сама идея try-with resources значит если мы вы будете писать код который значит поймали exception и потом закрываете вам очень трудно будет это сделать вам очень трудно будет это сделать корректно не навесив очень много лапши в вашем коде потому что на самом деле любой закрываемый ресурс он может он может выбрасывать исключение то есть исключение может выскочить в любом месте кода и у вас получается либо некорректный код либо хрупкий код вот если мы посмотрим на пример вот этот вот сейчас несколько слайдов назад так 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 try-with resources блок вот этот вот пример вот этот пример с finally но он же и как бы для try-with resources отлично подходит вы видите что как бы если как вы предлагаете надо делать то это надо что сделать это надо взять поставить try-catch блок прочитать переменную прочитать readline эту строку перевести в какую-то переменную переменную сохранить значит поймать все исключения подойти к этому месту кода поняв что исключение больше вызвано не будет вызвать close и вызвать return вот той строки которую мы сохранили здесь и да это будет корректный код но как только у вас возникает потребность вот в этом и вы попытаетесь здесь без final обойтись то у вас сразу же вот так распухнет код потому что у вас здесь может выскочить exception и здесь может выскочить exception И у вас получается неподдерживаемый код. Почему? Потому что у вас, получается, плохой cohesion. Почему плохой cohesion? Потому что вы читаете строчку здесь, потом вы здесь бла-бла-бла обрабатываете, а потом вы пишете return эту строчку. Вы уже забыли про то, когда вы ее прочитали, зачем прочитали. Я имею в виду, вы забыли в кавычках, потому что когда человек, читающий вот этот вот код, спустя полгода будет в этом коде пытаться разобраться, он не поймет, а где здесь, собственно, полезная часть, а где здесь закрытие ресурсов, а где здесь обработка и отключение. Все вот так намешано. Мы стремимся писать код так, чтобы определенные аспекты, относящиеся к определенной задаче, они были рядышком. И здесь все очень правильно написано. Просто пишем bear read line return и не заботимся о том, что нам вообще-то этот буферит-ридер надо закрыть, потому что за нас его закроет finally block. ну, а еще лучше try with resources. Ответил ли я на вопрос? Ну да, стало чуть понятнее. Вот, то есть сейчас кажется, что, кажется, что может быть это что-то лишнее, но я уверяю, что когда вы начнете пытаться писать сами код, очень как бы трудности вдруг вылезут, и там придется чесать репу и думать, а как же иначе. Я вам сейчас вот рассказываю про закрытие ресурсов, но я еще, я прекрасно понимаю, что вы еще не пытались писать по-настоящему код большой, где вот эти вот ресурсы надо брать, закрывать, как бы их передавать между вызовами, передавать между классами. И, когда вы попытаетесь это сделать, у вас возникнет кума других вопросов, с которыми там вы ко мне придете, и мы их будем разбирать чуть попозже, когда уже будет домашка. Так. Немножко я сменю сейчас тему, зайду как бы в тему следующего занятия вперед, и если у нас останется минут 15, то мы, я даже покажу код впервые, Hello World напишу, потому что я этого еще не делал. Смотрите, мы сейчас вот покончили с трайм, покончили с этими самыми эксепшенами, мы более-менее разобрались с основами синтаксиса Java. Есть две крупных темы по синтаксису, которые мы разберем чуть позже. Это дженерики, и это лямбда и метод референсы, но они потребуют там некоторых промежуточных знаний, которые мы сейчас будем накапливать. Вот. Но, в принципе, сейчас мы синтаксис разобрали. Но язык — это не только синтаксис, это еще и платформа, это еще и библиотека. Так вот. Важно, помимо синтаксиса, всегда помнить о том, что вам дает библиотека. Более того, важно всегда помнить, что библиотека — это живой организм, который постоянно фиксится, постоянно обновляется, постоянно исправляется и улучшается. Значит, ну вот, что пишет Блох про стандартную библиотеку, что, понимаете, там Java, она используется повсюду, и у нее там миллиарды пользователей, у нее огромное количество программ на Java работает сейчас, пока мы говорим. И эти программы используют что? Они используют классы стандартной библиотеки, они используют стринг, они используют рейлист и прочие вещи. В этом можно не сомневаться. Также можно не сомневаться в том, что за годы, за 25 лет Java эти классы просто отточены, заточены, оптимизированы и пофикшены настолько, что нам, простым смертным, как бы свое такое не сделать. Это без преувеличения так. Вот. Так вот, от релиза к релизу библиотека еще и улучшается. То есть наступаются награбли определенные, есть фидбэк от пользователей, и либо фиксятся ошибки, либо улучшается API. И за этим надо следить. К сожалению, в интернете остаются старые тьюториалы, остаются старые какие-то статьи, какие-то старые курсы. Вот мой курс сейчас, он свежий, потому что я его читаю прямо сейчас. А вот он полежит на YouTube 5 лет, он будет старый. Человек какой-нибудь посмотрит его. И вот сейчас можно увидеть какие-нибудь вектор, date, file, string, buffer, random. Это я сейчас перечислил те классы, которые вам использовать не надо, потому что они есть в библиотеке для обратной совместимости. Но на самом деле вместо них есть лучшие альтернативы. Может быть, кто-то уже использовал что-то из этих классов у себя. Домашки или там в каких-то своих упражнениях. Так вот, посмотрите. Их использовать не надо на самом деле. Вот. И почему не надо использовать? Они когда-то были в стандартной библиотеке, они когда-то были хороши. Но теперь есть новые библиотеки, как бы новые версии библиотеки, и есть лучшие варианты. Чему я это все говорю? Я говорю к тому, что нельзя останавливаться в изучении языка. И прежде всего нельзя останавливаться в изучении библиотеки. Надо следить за тем, что библиотеки предлагают сейчас. И о том, что в много легаси Java оставляет все старые классы в себе, практически не выкидывает старые классы, потому что Java предполагает, что при апгрейде на новую версию у нас ничего или почти ничего не ломается. Поэтому и вектор до сих пор есть, и дейты до сих пор есть, но не надо ими пользоваться. И один пример, который может понадобиться у вас прямо в домашке. Как делать случайные числа в Java? Вы можете погуглить быстро, как делать Java random number. А, есть класс random. Отлично. Посмотрели, быстренько создали random, вызвали next double, и мы получили случайное число. Вот. Но на самом деле, если мы вот так вот будем делать, то всякий раз будет создаваться сид для генератора псевдослучайных чисел. И, значит, это медленно, это невоспроизводимо, потому что, да, если у нас имеется какой-то сид, то мы можем всегда воспроизвести последовательность, и это иногда очень полезно бывает. Вот. Поэтому что мы можем сделать? Вот до семерки, например, делали так. Объявляли статическую переменную random, и, значит, один раз ее инициализировали, один раз инициализировали seed, и вызывали next double. И на инициализацию random от времени не тратилось. И как бы оно было лучше, эффективнее и жило. Но семерка уже когда вышла-то? Лет, наверное, чуть ли не восемь назад. Вот. А люди все так делают, и кода такого полно в интернете. А так делать не надо, потому что начиная с семерки есть thread local random, у которого можно вызвать статический current. Это будет ваш random, который, значит, привязан к вашему потоку выполнения, и он еще и поток и безопасный, и вот из него уже вызвать next double. И, значит, мало того, что там они подправили этот генератор, и там более качественное распределение случайное получается, они еще его и убыстрили. Он в 3,6 раза быстрее, чем вот такой вот random, который здесь. И это пример из книги Блохо, кстати, вот третьего издания про эффектив Java. Он говорит, что до сих пор народ пользуется старым random, а не знает про новый random, а он почти в 4 раза быстрее и вообще лучше. Это только один пример. Поэтому вы вот такой, следите за тем, что происходит в библиотеке. Ресурсов достаточно много, и надо пользоваться самыми свежими. Я в своем курсе лекций стараюсь не использовать никакие legacy API. То есть какие-то API есть в Java, которые на самом деле legacy. Но я прекрасно понимаю, что мой курс через несколько лет превратится в legacy. Поэтому я вам сейчас это все проговариваю. Так, теперь мы переходим к самому важному библиотечному классу. Вот сейчас и на следующей лекции мы будем говорить про библиотечные классы, которые пока еще не требуют дженериков для своего понимания. И самый распространенный класс после объекта в Java — это string. Потому что string — это все. Мы уже говорили, что для string есть литералы, что мы можем их вот так вот объявлять. Сейчас мы должны понять, что строка в Java — это объект иммутабельный. То есть один раз его соорудив, изменить его мы уже не можем. Если нам нужна новая строка, мы можем взять старую строку, взять, допустим, в ней под строку, что-то добавить и получить новую строку. То есть ситуация такая — ничего не мутируем, просто создаем новую строку, как новый объект. Хотя внутри строки находится массив, а массив — это штука мутабельная. Но она полностью private, заинкапсулирована, этот массив, и ни за что вы никогда не поменяете его. А что же за массив-то внутри строки находится? Здесь тоже очень интересный вопрос, который важно понимать. До 9-й Java — это был массив чаров. Вот чар — это такой примитив. Помните, я на втором занятии говорил, что у нас есть примитивы, что у нас есть примитив чар, и вот чар сделали как примитив, чтобы собрать его в массив и сделать строку. И чар 16-битовый, и когда 25 лет назад Java начиналась, казалось, что 65 тысяч символов хватит всем для Unicode, никто же не мог подумать, что эмодзи будут, и что Unicode так разрастется. Поэтому, к сожалению, сейчас как бы чар — это не символ. И кроме того, после Java 9 возникла история другая, что с одной стороны Unicode, Unicode, и китайские иероглифы, и эмодзи, и все это надо в строках хранить, безусловно, но в абсолютном-то большинстве случаев, вернее, ну не в абсолютном большинстве случаев, а в значительном количестве случаев инстант стринга хранит в себе латинские буквы, цифры, какие-то коды, которые умещаются в один байт, в однобайтовую категоровку. Latin1 так называют. А массив чаров — это под каждый символ все равно 16 бит. И возникла идея, а давайте мы сделаем так, что строка будет либо в кодировке Latin1, и тогда она будет в два раза меньше пространства занимать в памяти. Либо, если там есть русские буквы, китайские буквы, эмодзики, тогда она будет UTF-16, и да, латинские символы при этом будут занимать 16 бит, но от этого уж никуда не денешься. И вот эта вот штука в Java 9, она очень сильно уменьшила потребление памяти всех Java программ. Прямо сразу так. Раз, мы ничего не сделали, просто на Java новые обновились. А у нас, опа, хипа-то гораздо меньше стало, потому что мы в хипе хранили строки, а строки эти были с латинскими символами. Про то, как это все устроено, есть доклад Алексея Шепилева, уже достаточно старый, там он рассказывает, как сражались за это дело, как это непросто сделать, чтобы ничего не поломать. Но, тем не менее, есть вот такой флажок кодер. Сейчас у кодера всего два варианта. Либо это latin1, либо это UTF-16. И строка внутри себя теперь больше хранит не массив чаров, она хранит внутри себя массив байт. Вторая принципиальная вещь, которую нужно понимать про строки. В Java машине, в Java runtime, вернее, есть такая штука, как string constant pool. Когда мы пишем вот так вот, просто вот такой вот код, name1 равно john.do, и name2 равно john.do. И вот эти вот две строчки, на самом деле, они одинаковые по внутреннему состоянию своему. Что делает Java? Это же понятно, что это может быть ни в одном Java вообще классе по коду разбросаны одинаковые строковые константы. Она берет и все эти строковые константы дедуплицирует, кладет их в string constant pool. И когда мы присваиваем переменную вот такой вот константе, они все ссылаются на один объект. То есть string — это объект. И вот те строки, которые попали в string constant pool, потому что они вот так вот были созданы через строковой литерал, они будут ссылаться на один объект. Но мы можем поломать эту историю, например, сделать так, вызвать string через new. Нам это язык синтаксис не запретит сделать, но при этом такая строка создастся в куче, она не попадет в string constant pool, потому что new, но он обязан новый объект строковой создать. Вот он будет другой. Поэтому name1 равно-равно name2, но name2 не равно-равно name3. Их надо сравнивать по equals. Значит, следующая история, связанная с equals. Я думаю, что это уже известно всем. Если вы все работали с разными языками программирования, вы знаете, что это ошибка новичка, что сравнивать со строки по равно-равно нельзя, в Java никак, потому что это могут быть разные объекты, но одинаковое состояние внутреннее. Их надо сравнивать по equals. Так вот, вторая вещь, которую вы, возможно, не знали. Вот так тоже не делают. Если вы где-то в коде у себя так написали, перепишите. Так не надо. Почему? Потому что если a в этом ситуации равняется null, null, у вас здесь будет null pointer exception. Вы на null пытаетесь вызвать equals, а всего-то вам надо определить, что John Doe не null. А как правильно сделать? Правильно сделать вот так. Видите? Это у нас строковой литерал. Строковой литерал превращается в строку, как в объект всегда. Даже если вы напишите просто пустую строку, кавычки, кавычки, это уже объект. И он уже не null, никогда не будет null, потому что… Ёлки-маталки, мы его здесь определили. Он может быть пустой строкой, но он никогда не будет пустым null объектом. Соответственно, на нем всегда вызывается equals. Вот этот паттерн просто впечатайте себе вот так вот внутрь себя. Если вы собираетесь на Java писать, вы всегда пишите if, потом константа, потом equals, потом что-то. Есть еще такой equals ignore case, который сравнить, не учитывая регистр символов. Вот он тоже так же работает. Потому что это объект. И, наконец, если вы хотите проверить, что строка там не нулевая и не пустая, то можно писать так. То есть сначала из null, дальше мы здесь полагаемся на короткое замыкание, потому что если она все-таки null, то мы сюда не попадем, поэтому здесь не null. И вот здесь вот мы пишем там trim — это обрезание пробелов с двух сторон. И там isempty — это метод, который говорит, пустая строка или не пустая. Вот так вот мы работаем со сравнением строг-джа. Другая история, значит, которую любят спрашивать на собеседованиях, которую вам возможно преждевременно знать сейчас, но раз уж как бы лекции и должна быть полнота материала, то я скажу. На самом деле строки мы можем интернировать, то есть возвращать в constant pool. Посмотрите, одна строка создалась через литерал, соответственно, на string constant pool, и две строки, вот это John Doe, это Jane Roe, они разные на самом деле, мы создали через new, и они в string constant pool не попали. Так вот, есть у каждой строки такой метод называется, он intern, который мы можем вызвать, и тогда после вызова intern все строки попадут в string constant pool. При этом John Doe, он дедуплицируется поравно-равно, потому что это одно и то же. А Jane Roe, если ее не было в string constant pool, она туда попадет как новенькая. Зачем это нужно? Это нужно для всяких адских оптимизаций по скорости, когда вы все-таки хотите сравнивать строки поравно-равно. Или если вы генерируете очень много строк, и у вас большая нагрузка на хип, и вы хотите дедуплицировать строки в хипе, и вы хотите снизить нагрузку на хип, и тогда вы интернируете строки. То есть пока у вас не возникло проблем с хипом, или пока вы, значит, не решили встать на скользкую дорожку сравнивания строк поравно-равно, интернирование строк вам не нужно. Конкатенация строк. Конкатенация строк делается при помощи плюсика. Это специально такой перегруженный оператор, который на самом деле есть метод на двух строках, специально сделанный для строк. Ситуация такова, что мы сами перегружать операторы в Java не можем, к сожалению, это ограничение языка. Может быть, и к счастью, меньше хаоса. Для строк он перегружен на уровне языка, а вот равно-равно не перегружен. Хотя, как бы, не перегруженная версия вообще не имеет смысла. То есть, если бы перегрузили равно-равно для строк, чтобы она вызывала equals, это было бы лучше, это было бы так же производительно, потому что все равно equals в строке сначала пытаются поравно-равно сравнивать. Потом, если не сравнивается поравно-равно, тогда уж оно смотрит на внутреннее состояние. Но этого не случилось, поэтому имеем, что имеем. Есть известная, значит, байка про конкатенацию строк внутри цикла. Если мы пытаемся конкатенировать строки внутри цикла путем прибавления, то что делает Java-машина? Она делает одну строчку, выделяет под нее память, потом, и собирает ее из двух. Потом, если мы добавляем третью, то нам надо выделить еще строчку более длинную, скопировать оттуда предыдущий результат и добавить третий. То есть, все время происходит копирование предыдущего результата, получается квадратичная сложность выполнения. Чтобы квадратичной сложности выполнения не было, мы используем stringBuilder, такой класс, а stringBuffer не используем. Если кто-то вдруг видит у себя в коде SpringBuffer, вы киньте его и замените на stringBuilder. Потом расскажу, почему. И вот здесь, как раз в цикле, при помощи метода append, мы можем создать строку, часто так бывает, мы не знаем, какой длины будет строка, но нам надо в цикле ее создать. Вот stringBuilder как раз для этого нужен. Это будет быстро, и у нас не будет квадратичной сложности по выполнению. Значит, длина строки. Все сложно. Опять же, у нас есть наследие 25-летнее, когда у нас был UTF-16, и когда казалось, что 16-битового символа всегда хватит. У нас есть метод length. Значит, длина строки UTF-16 code unit это length. И если вы не работаете с какими-то экзотичными вещами, если вам не нужно учитывать прям Unicode, чаще всего, да, если вы работаете с русским языком, с английским языком, с французским, немецким и так далее, length — это то, что вернет вам длину строки в символах. Но в Unicode-ных код-поинтах вам придется воспользоваться вот такой вот историей. К сожалению. И тут ничего не поделаешь. Если вы работаете с Unicode-ом, то тут все сложнее. Опять же, что такое символ на этой позиции? У нас есть опять же, ответ it depends. У нас у строки есть метод char-add, который возвращает char, и, как вы понимаете, раньше, во время она, это было всего лишь что? Это было всего лишь взятие элементика массива чаров в строке. Это очень быстро работало. Это и сейчас быстро работает. Только сейчас вперется массив байт, надо решать, как бы он 1-байтовый или 2-байтовый. Это быстро работает. Он возвращает нам char. Но char уже из себя представляет не символ как таковой, autf16 codeunit. Опять же, я подчеркиваю, что в абсолютном большинстве случаев, и если мы говорим про русский и английский язык, то стопудово это и есть символ, это и есть буква какая-то. Но если нам нужны код points, если мы серьезно обрабатываем unicode, то нам необходимо строчку свести к массиву intов. Это уже не 16-битовые значения, 32-битовые значения. Вот их-то точно должно ухватить для того, чтобы все возможные символы представить. Вот. Дальше. Условно говоря, я делю, ну, да, я как вот человек уже с опытом работы на Java, делю методы на стринге на полезные и вредные. и полезные методы, они просто хорошие, полезные, их надо знать и ими пользоваться. Значит, я уже сказал про length, про чарт на какой-то позиции, про compare to, это сравнение двух строк, одна больше или меньше в лексикографическом порядке, equals, signals, ignore case, вот ignore case, это то, что есть у строки, чего нет просто объектов. Начинается ли она с чего-то, заканчивается ли она к чему-либо. Часто мы приводим ее к lower case или к upper case, этим тоже пользуются люди. trim это обрезание пробелов, еще есть очень хорошая штучка, значит, которая появилась недавно, есть статический метод join, когда вам надо есть Петя, Вася, Маша, и вам надо написать Петя, Вася, Маша, так вот вы можете взять и написать string.join, здесь написать запятая, а здесь через char sequence указать либо аргументами, либо массивом Петю, Васю и Машу, и они объединятся через запятую. Это очень удобно. Есть методы вредные, которыми я пользоваться не рекомендую, потому что весь мой опыт показывает, как только кто-то пытается со строкой орудовать вот этими методами, тут же возникает какая-то проблема, проблема с багами, проблема с поддерживаемостью кода и так далее. Методы есть, они есть, но ими не надо пользоваться. Какими надо пользоваться, я расскажу в начале уже следующей лекции, а пока запомните их. Поиск какого-то элемента в строке индексов. ну, потому что на практике она не, вам это нужно, чтобы потом взять под строку, но на практике как бы так не работает. Replace. Очень много я видел реплейсов, когда вам, давайте сделаем replace 1, потом еще второй replace, потом replace над replace, каждый раз будет пересоздаваться строка, это, во-первых, это субоптимально, во-вторых, опять же, на практике это не работает. И сплит. Значит, раздели строку, допустим, по запятым. но суровая правда жизни заключается в том, что наш разделитель, сепаратор, там, запятая, который мы, который мы хотим разделить поле, она часто может случиться внутри поля. И то место, где запятая работает как сепаратор, оно отличается от того места, где запятая включается, ну, штатным образом внутри поля. Поэтому сплит, он тоже, ну, никогда не полезен на самом деле. Это бесконечный баг, бесконечные боли, бесконечный стыд. Вот. Но такое наподствие я дал. Как работать правильно со стрингами, как Java эффективно, ну, какие-то эффективные приемы работы со стрингов, я в начале следующей лекции расскажу. А пока спасибо за внимание. И если есть какие-то вопросы, я готов на них ответить в Телеграме или голосом. Так, есть ли вопросы в Телеграме? В Телеграме вопросов нет. Если вопросов нет, тогда всем спасибо. Запись будет в Ютубе, как всегда. И встретимся через неделю. Пока-пока. До свидания.